здравствуйте приветствую вас на канале воплощение мечты в гостях у заводчика корги наша сегодняшняя тема будет интересно и тем кто только планирует приобретение щенка корги и для тех кто собирается делать первые шаги в породном разведении поскольку мы с вами поговорим о таком интересном явлении в породах вельшкорги пембрак и вельшкорги кардиган как флаффи что же это за зверь такой эти очаровательные флаффи и так в породах вельшкорги пембрак и вельшкорги кардиган существует ген длинной мягкой шерсти который называется ген флаффи флаффи в переводе с английского пушок пушистый корги флаффи это собаки с более мягкой и более пушистой более длинной шерстью такая шерсть брак и собаки флаффи корги флаффи считаются браком по шерсти чтобы разобраться в этом вопросе более серьезно нужно для начала понять а каком же он стандарт корги имеют двойной тип шерсти то есть двойная шерсть это достаточно жесткий костевой волос и густой подшерсток у пембрака как правило шерсть более пушистая с более набитых подшерстка и она мягче несколько чем шерсть кардиган а у пардигана она несколько жестче и подшерсток не настолько ярко выражен но тем не менее это так называемая двойная шерсть такой дикий тип шерсти скажем воротниковая зона всегда более ярко выраженная такая шерсть более длинная а по лапам по голове она более короткая более плотно прилегающая так вот у корги флаффи отсутствует подшерсток и сама шерсть более мягкая более пушистая более длинная конечно же такая шерсть не может позволять собаки выполнять свои породные функции если мы говорим о том что корги считается пастушьей собакой овчаркой корги флаффи конечно же не смогут выполнять свои вот эти пастушьи функции в полной мере имея мягкую шерсть но во всех прочих аспектах они ничем не отличаются от своих собратьев это абсолютно здоровая собака с тем же типом поведения с прекрасным здоровьем с тем же задором с тем же весельем с тем же с той же активностью с тем же желанием любить человека служить человеку это все те же корги без каких-либо там недостатков кроме того что их шерсть скорее относится шерсти декоративных пород следует обязательно сказать что шерсть у флаффи не только более красивая внешне более эффектная возможно но и она более сложная в уходе такая шерсть быстрее сильнее промокает медленнее просыхает хуже защищает собаку от каких-то внешних факторов от холода и от жары например естественно такая шерсть требует достаточно серьезного ухода возможно более частого вычесывания возможно каких-то специальных шампуней для ту для тонкой шерсти и вероятно каких-то посещений грумера возможно вам понадобятся но теперь давайте уже более конкретно на сегодня происхождение этого гена флаффи в породе до конца не выяснено есть догадки некие версии что здесь возможно возможно оставили свой след крови колли и шелти которые возможно приливались но как бы этот момент не доказан и точных каких-то сведений на этот счет мы не имеем на самом деле вообще корги они буквально овеяны легендами просто овеяны я уже не говорю что само происхождение породы связано с некоторыми легендами о фее мало того английская королева как известно елизавета провела с этими собаками большую часть своей жизни и конечно же это добавляет им некой такой загадочности и величия мы говорим королевские корги а тут еще и флаффи и эти флаффи вам скажу эти самые флаффи тоже тоже овеяны и некими легендами породными когда я только начинала первые шаги в разведении корги конечно же я изучала материалы и конкретно о разных особенностях породы и когда зашла речь о флаффи и очень часто сталкивалась тем что среди породников ходят легенды о характере флаффи считается что флаффи зачастую очень очень позитивные добрые няшные няшные собаки и помете как правило они отличаются самым добрым нравом они самые-самые мимишные самые-самые приятные самые-самые ну скажем так ну игрушечные просто просто няшки возможно это имеет место быть возможно я не буду оспаривать эти легенды в нашем питомнике было получено несколько таких щенков и каждый раз я просто умилялась им это были ну действительно невероятные щенки это щенки такие которые ну просто они восхищали на них было невозможно смотреть без умиления и без улыбки если просто щенок стандартный щенок корги это просто радость в доме это счастье в доме это позитив сгусток позитива то такой же щенок корги флаффи это такой вот сгусток но увеличенный там бедное количество раз абсолютно серьезно поэтому я склонна верить этим породным легендам флаффи собаки необыкновенного позитива наверное чем больше чем длиннее шерсть у корги тем больше радости корги приносит ну когда не линяют конечно давайте теперь немножко более серьезно поговорим такая минутка юмора у нас была и так ген флаффи который присутствует породе обозначается научных кругах так скажем латинской литера л ген это третий сильный то есть он может не проявляться у животного то есть породе есть чистые особи по флаффи особи носители гена флаффи и особи флаффи и даже сразу после рождения щенком очень сложно увидеть этого самого флаффи выглядят они практически одинаково только породник который уже имеет опыт может в первые сутки рассмотреть некие признаки флаффи как правило такой щенок дольше сохнет у него такая более мокрая блестящая шерстка и вот такой знаете как глянцевый но такие вещи действительно может заметить только уже опытный человек потом щенки становятся одинаковые и только после трех недель появляются снова первые признаки флаффи когда шерсть начинает уже удлиняться распушаться я вам сейчас покажу стандартного щенка корки пожалуйста полюбуйтесь какой красавец этому малышу примерно три недели и щенок флаффи такому щенку тоже примерно три недели то есть недавно малыш открыл глазки вот в этом возрасте уже можно кое-что увидеть некие признаки флаффи более ранее это достаточно затруднительно красивые детки давайте чего я вам еще покажу малышей корки стандартный щенок красавица и щенок флаффи стандартный взрослый пембрак пель шкорги пембрак и флаффи бель шкорги пембрак стандартный вель шкорги кардиган и флаффи вель шкорги кардиган и чем более взрослым становится щенок тем более ярко выражена его пушистость и уже после двух месяцев например совершенно невозможно спутать щенка флаффи со щенком стандартной шерсти нужно сказать что конечно иногда встречаются такие особи знаете как переходным каким-то вот типом казалось бы шерсть напоминает флаффи да но что-то там не такое похоже да не то если у вас возникают какие-то сомнения действительно флаффи корги либо нет стандартная ли его шерсть либо она брак брак то выяснить этот вопрос можно только путем генетического теста пожалуйста такой тест существует его можно заказать на сегодня даже в украине вот так как шерсть у флаффи это не стандартная шерсть несмотря на всю свою прекрасность нас несмотря на всю свою красоту как я вам описала корги флаффи прямо великолепными красавцами все же мне нужно учесть что брак есть брак и корги флаффи не участвуют в племенном разведении в системе фци корги флаффи не участвуют шоу на выставках системе фци кроме кроме тех случаев когда они попадают на монопородные выставки в ринге любимая собака да домашний любимец вот иногда вот участники организаторы выставок устраивают такой класс для собак которые считаются браком но при этом прекрасные представители породы во всем остальном флаффи конечно же не участвует разведение но но чисто теоретически вот чисто теоретически при вязке флаффи например чистой корги мы бы не получили ни единого флаффи все щенки этой пары были бы носителями гена вот такая штука а если бы флаффи мы повязали с носителем флаффи флаффи как такового пушистого мы повязали с носителем там где ген флаффи скрытый мы бы получили 50 на 50 половину флаффи половину носителей такой хитроген привязки двух чистых особей особей мы получаем полностью чистый помех чистой особи и носителя мы мы получим 25 процентов носителей и ни одного флаффи если мы повяжем двух носителей гена флаффи в результате около 25 процентов помете будет щенков флаффи пушистых щенков где-то 50 процентов мы получим носителей и 25 щенков будут чистыми по гену флаффи таким образом даже от двух носителей мы можем получить щенка чистого по гену флаффи казалось бы все очень просто да убирай из породы носителей флаффи и получай чистый на самом деле не все так просто ген флаффи в породе очень нужен и ничего не бывает просто так если убрать совсем представители гена флаффи то мы получим очень серьезное обеднение генофонда шерсть будет все короче все беднее и корги уже не будут представлять из себя вот такого великолепного представителя собачьего мира обеднение шерсти не есть хорошим показателем для этой породы и кроме того естественно часть лучших производителей убрать из-за разведения это просто преступление поэтому ген флаффи это нормально использовать его в разведении это нормально иногда это даже рекомендуется для отдельных особей да если сука бедная по шерсти бедненько то ей прямо прекрасно будет подобрать кобеля носителя еще и с хорошей шерстью который такой прям весь хорошо одеты то здесь нужно балансировать и правильно подбирать пару для этого как бы замочек и существуют чтобы внимательно подходить к разведению как правило щенки флаффи корги флаффи и пироги кардиганы на порядок дешевле это совершенно нормальная ситуация очень часто спрашивают почему мужчина флаффи дешевле но потому что это брак по шерсти потому что такой щенок не может быть использован дальнейшем породном разведении это достаточная причина для того чтобы цена на такого щенка была снижена но я вам скажу мне все же очень индивидуально и зачастую такой щенок может даже и дороже стоит если он отличается какими-то там особенно качествами прекрасными да он может быть настолько прекрасный очаровательный что стоит даже и дороже стандартного щенка то есть это все игра знаете один покупает другой продает поэтому но никогда не забывайте что бесплатный сыр бывает только мышеловки и покупая даже и щенков pet класса то есть с браком не забывайте пожалуйста о том что приобретать щенка следует я вам очень рекомендую так поступать только в профессиональных питомниках у кинологов заводчиков у проверенных людей только в таком случае вы получите породистое животное со всеми документами да да щенки флаффи несмотря на то что являются браком обязаны иметь все такие же породные документы как и стандартный щенок это щенячью карту которая в дальнейшем обменивается на род на родословную и в этой щенячей карте обязательно должно быть указано что щенок брак по шерсти это ветеринарный паспорт и либо клеймо либо чип как заводчик посчитает нужным или там как закон этой страны до гласит как щенок должен быть актирован поэтому пожалуйста пожалуйста я вас очень прошу и настоятельного спрошу не будьте той самой мышкой которая попадется мышеловку не совершайте ошибок зачастую породники мы вот смотрим на эти доски объявлений продаж щенков и волосы дыбом встают от того какую там ахинею зачастую пишут и каких дворняжек там продают и выдают за породистых животных а если у вас еще нет абсолютно четкого понимания как выглядит щенок корги как выглядит щенок корги флаффи вас очень легко обмануть поэтому имеющие уши да услышат имеющие глаза да увидит будьте разумными а щенки флаффи это прекрасные представители породы но со своими особенностями и если вы это все прекрасно будете понимать осознавать понимать насколько вы готовы справляться с особенностью шерсти флаффи станет для вас прекрасным другом компаньоном украшения вашей жизни и конечно же все будет хорошо все будет замечать если какие то вопросы у вас остались по щенкам флаффи пожалуйста пишите мне о них комментарии я постараюсь ответить более подробно возможно я что-то и упустила но мне кажется это видео было достаточно таким длинным я достаточно подробно охватила разные моменты но как всегда знаете ли не бывает в этой жизни совершенства поэтому пожалуйста на дополнительные вопросы я с радостью отвечу и на этом я с вами не прощаюсь но говорю вам до свидания до новых встреч на канале воплощение мечты гостях у заводчика корги пока пока